Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Григорий Викторович Шербаков, заместитель начальника Академии ФСИН России по научной работе. Здравствуйте, Григорий Викторович. Добрый день, Анна. Вы к нам сегодня пришли после прошедшего пятого международного форума «Преступление, наказание, исправление». Что можете сказать, какие нововведения, может быть, в работе пенитенциарной системы вы обсудили, каким опытом поделились со своими иностранными коллегами, может быть, что-то они привезли в Рязань и поделились какими-то своими нововведениями? Да, действительно, с период 17 по 19 ноября в Академии уже в пятый раз состоялся международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». И название этого форума остается неизменным на протяжении уже более 8 лет. Основным таким лейтмотивом нынешнего форума явилось рассмотрение и реализация концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, которую приняли 29 апреля 2021 года распоряжением правительства Российской Федерации. И, безусловно, научное сообщество должно было эту концепцию обсудить со всех сторон, потому что все основные направления связаны с совершенствованием и материально-технической стороны, и вопросов, связанных с воспитательной, социально-психологической работой. Ну и, конечно же, это нормативно правовое регулирование жизнедеятельности уголовно-исполнительной системы. Вот эти основные разделы, блоки были в поле внимания ученых, специалистов, руководителей и практиков в течение всех трех дней. Какие новые решения есть для отбывания наказаний тех людей, которые осуждены за какие-то правонарушения, может быть, небольшой тяжести? Одним из направлений в реализации концепции является формирование, создание службы пробации. То есть, это система наказания альтернативных лишению свободы. И за последние несколько лет в Российской Федерации число осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, сократилось достаточно много. И мы в этом смысле, конечно же, ориентируемся и на зарубежный опыт гостей, которые к нам приезжали, рассказывали. Ну и, естественно, сами пытаемся развивать вот эту систему альтернативного лишению свободы. В связи с этим актуальным является создание исправительных центров, так называемых. Сейчас в Российской Федерации они активно создаются. Эти центры создаются при активном вовлечении в эту работу представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. В Рязанской области такая же работа проводится. И мы надеемся, что вот это, именно этот институт позволит, с одной стороны, и ресоциализировать более успешно осужденных, так как они не будут оторваны от жизни на свободе. И, с другой стороны, создадут все предпосылки для того, чтобы они своим трудом, в том числе, доказывали, значит, исправление и возвращение потом в нормальную законопослушную жизнь. А что представляет собой режим дня вот такого осужденного? Ну, здесь очень все достаточно просто. Это рабочее место, это общежитие. Человек направляется в такой центр, ему предоставляется место проживания, место работы. Он должен находиться в этом месте, он должен выходить на свое рабочее место, но при этом он получает заработную плату, не теряет социально полезные связи и, в общем-то, активно участвует в общественной жизни того региона, где он находится. Ну и, как правило, осужденные, которые попадают в эти исправительные центры, они находятся в том же регионе, где он проживал до этого, и удобно это и родным, и близким, которые могут не терять с ним связи и в любой момент, в принципе, с ним каким-то образом продолжить взаимодействие, сотрудничество. Прийти в гости, да? Ну, в том числе, да, посещение, общение, все это, естественно, намного проще, чем бы он находился в режимном подразделении, в режимной колонии, куда вход строго регламентирован и ограничен количествами свиданий и так далее и тому подобное. Но ведь осужденный должен как-то исправляться. Как ведется с ним эта исправительная работа? Ну, исправительная работа, она ведется, в общем-то, всеми сотрудниками, вне зависимости от того, находится он в режимном помещении или нет. Но, тем не менее, вы очень верно заметили, исправление остается главной приоритетной задачей и целью, в принципе, уголовно-исполнительной системы. То есть, мы понимаем, что с одной стороны мы исполняем уголовные наказания, с другой стороны мы должны создать все необходимые предпосылки для его исправления. Ну, а что касается исправления, то средств исправления в уголовно-исполнительном законодательстве их несколько. Основные это, в том числе, общественно-полезный труд, который должен, в общем-то, привнести ту необходимую для человека внутреннюю потребность в том, чтобы получать средства за счет, скажем так, законопослушной жизни, за свой праведный труд получать деньги. Не получать какие-то легкие деньги, а действительно их зарабатывать, получать, ценить это и тем самым, в общем-то, приходить на сторону, опять же, законопослушной жизни. Ну, а кроме, значит, труда, есть еще и воспитательная работа, обсуждается вопрос психологической и социальной работы как средства исправления. Безусловно, это общественное воздействие, это воздействие общественных религиозных организаций, которые также призывают, наставляют и, ну, как бы, ориентируют осужденных к законопослушному образу жизни и пересмотру своих каких-то приоритетов, ценностей, которые привели его к совершению преступления. Форум, это же ведь не только обсуждение, доклады, такое вот научное взаимодействие, но там представлена большая выставка, обычно разработок Федеральной службы исполнения наказаний. Что в этот раз, может быть, удивило гостей и какие экспонаты, так скажем, были представлены? Я бы отметил в этот раз, что много было или заметно было представлено обновление совершенствования программного обеспечения, связанного с внедрением цифровизации в уголовно-исполнительную систему. Вот, ведь не секрет, что сейчас современную исправительную колонию невозможно представить без каких-то технических средств контроля, распознавания, оповещения. Все это совершенствуется, и все это было представлено на выставке. Кроме того, в очередной раз, уже во второй раз у нас в гостях побывал такой робот-сотрудник, мы его называем, да, он может быть и психологом, и кадровиком, и сотрудником подразделений безопасности, охраны. Вот, то есть, это такой искусственный интеллект, который напитан той начинкой, тем содержанием, которое востребовано в нашей системе и может стать очень хорошим подспорьем и инструментом для сотрудников уголовно-исполнительной системы. То есть, он именно как помощник, может быть, да, человек? Да, ну, конечно, мы не говорим о том, что роботы сейчас заменят людей в местах лишения свободы, имеется в виду сотрудников. Вот, но, тем не менее, он может распознавать ложь, он может очень оперативно выдавать информацию, вот, он может делать очень быстро работу, которая, ну, человеку простому бывает или сложно, или очень технически неоправданно много времени занимает. Поэтому вот мы будем в самое ближайшее время предлагать опробировать данный вариант данного робота в исправительных колониях. Где, например? Ну, можно в Рязанской области, как вариант, потому что Академия активно сотрудничает вот с разработчиками данного программного продукта и робота. Мы уже несколько лет с ними работаем, у нас проводились совместные эксперименты в местах лишения свободы. В Рязанской области они получили очень неплохой научный отклик в среде ученых, и я думаю, что есть смысл дальше продолжить и двигаться в этом направлении. А что за эксперименты? Эксперименты проводились по тому, каким образом данный робот может выступать в роли психолога в непосредственном взаимодействии со спецконтингентом, с осужденными. И мы проводили свои эксперименты и сравнивали, насколько программный обеспечник, который установлен у данного робота, коррелирует или соответствует, корреспондирует с тем, что можно сделать в письменном виде человеку. Ну, допустим, это процедура, допустим, тестирования, анкетирования. Она здесь может иметь другой вид. И у данного программного продукта, у данного робота есть такой голосовой детектор лжи, который по голосу, при ответах на вопросы не письменно, а по голосу, он может определить, в каких ответах человек слукавил. Либо там есть какое-то проблемное поле, которое надо поизучать дополнительно, чего в письменном виде, естественно, выявить не представляется возможным. Какие же векторы на дальнейшее развитие были определены на этом форуме? До 30-го года стоит задача создания службы пробации. Это может произойти раньше, позже, но цель такая есть, и она заявлена. Кроме того, безусловно, это дальнейшая цифровизация уголовно-исполнительной системы, внедрение самых передовых и новых информационно-технических форм и методов работы. Ну и, естественно, ресоциализация, социальная адаптация, от которой зависит дальнейшее благополучие в целом всего общества. Потому что на сегодняшний день следует сказать, что рецидив остается достаточно высокий. Это и общемировая тенденция. А говорили в том числе о создании такой общегосударственной межведомственной программы учета рецидива преступлений, чтобы у всех были одинаковые позиции, одинаковые критерии, по которым оценивать этот процесс и отслеживать, насколько же эффективно работает уголовно-исполнительная система и, в принципе, взаимодействие ее с обществом. Потому что показатель рецидива – это показатель в том числе определенного уровня общественного развития, где взаимодействие с нашей системой уголовно-исполнительной достигается вот такой положительный результат. Григорий Викторович, вот не зря, наверное, проходит этот форум уже в который раз на базе Академии. И там действительно у нас подготавливаются специалисты, которые в будущем будут работать в местах лишения свободы в том числе. И, может быть, обсуждались какие-то вопросы, связанные с их обучением, с направлением по пути становления. Да, вы знаете, и вообще не случайно такие научные мероприятия мощные проходят в образовательных организациях. Почему? Потому что наука и практика очень хорошо должны соединяться в образовании и свой результат находить именно в подготовке специалистов, которые будут уже в ближайшие годы на самую краткосрочную перспективу реализовывать вот эти все идеи, видения и так далее. И, конечно же, для курсантов это полезно тем, что профессорско-преподавательский состав будет очень четко в своих программах, в своих учебниках, пособиях формулировать вот эти вот основные тренды, идеи, которые ребята уже по окончании приходить и будут реализовывать на практике. И здесь, конечно же, роль ведомственного учебного заведения, она очень высока. У нас сейчас активно продвигается работа по созданию так называемых учебных рабочих мест на базе исправительных учреждений Рязанской области, которые бы стали такой площадкой, моделью для тренировки, то есть, чтобы курсант пришел на службу после 4 или 5 лет обучения и уже абсолютно четко понимал, какие документы он должен отрабатывать, какие алгоритмы, какие формы и методы использовать и так далее, и так далее. Это очень важно. И взаимодействие с УФСИН по Рязанской области в этом смысле у нас налажено, и мы, соответственно, такие рабочие места создаем. Ну и второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, об этом тоже говорили на форуме, это как раз в подготовке курсантов важно, вот, наверное, все-таки я бы такой термин назвал воспитание, да, воспитание и привитие, соблюдение курсантами, как будущими сотрудниками УИЗ, вот, должного баланса между, с одной стороны, карой преступника, мы понимаем, что он совершил преступление, должен быть наказан, а с другой стороны, соблюдением права человека, в том числе осужденного, находящегося в местах лишения свободы. И если у выпускника этот баланс будет очень четко прослеживаться, то никаких проблем, вопросов к нему не возникнет, и его работа станет эффективнее. И я думаю, что ситуации, связанных с какими-то чрезвычайными происшествиями, в местах лишения свободы станет намного меньше. Ну или вообще они будут исключены. Спасибо вам за то, что пришли к нам, поделились нововведениями, новыми векторами в развитии пентенциарной системы. Мы ждем вас еще в гости в следующий раз. Это была программа «Городские встречи». Я с вами прощаюсь. До свидания.